Украинских военных на Донбассе продолжают обстреливать боевики. За минувшие сутки противник 7 раз нарушил режим тишины. Боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы. Потерь среди украинских военных нет. Где палили чаще всего и какая ситуация на передовой, знает Геннадий Вивденко. Напряжение на Мариупольском и Луганском направлениях. В районе Горловки украинские войска стабилизировали ситуацию. Однако о прекращении огня здесь пока рано говорить. Одиночные прострелы с той стороны постоянная практика. Время от времени приходится давать ответ по приказу. Украинским бойцам удалось продвинуться на окраины оккупированной Горловки. Сейчас здесь господствует стрелковое перемирье. То есть огонь открывает враг из гранатометов и пулеметов. Почти все войны на этом участке Восточного фронта украинской обороны из-за Львовской области в одном из них. Дом из опорных пунктов на окраине Горловки у них появилась приятная весть. До противника здесь метров 50. Он даже может сейчас нас слышать. Здесь в этом полуразрушенном доме оборудовано укрепление украинских воинов. Однако на днях здесь появился добрый знак. Как ласточки свили здесь гнездо, бойцы считают, что это очень хорошо. Это вселяет надею, что все-таки будет и тут жизнь, и люди сюда повернутся, будут заводить свои гнезда. Ну и будет мир на этой земле. В маленьком гнезде под крышей покинутого дома в поселке Зайцево, занятого отрядом ВСУ, уже появились птенцы. С той стороны враг начинает очередной пулеметный обстрел. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий, Анатолий Воробей. Подробности в телеканал Интер из Донецкой области. Продолжение следует...